Финский политический рекорд, чем может удивить самая молодая премьерка Европы, Европейская правда, Украина Ивана Костина Европейская правда, Украина 12 декабря 2019 года Финляндия, председательствующая в Совете АЭС, получила нового премьер-министра В воскресенье в голосовании Совета руководящей Социал-демократической партией за кандидатуру главы правительства победила 34-летняя Санна Марин Которая до сих пор занимала должность министра транспорта А уже 10 декабря ее кандидатура была одобрена парламентом Санна Марин сменит на посту Ант Теренне, который ушел в отставку на прошлой неделе после 6 месяцев пребывания в должности после потери доверия партнера по коалиции Центристской партии за неудовлетворительного реагирования на забастовку почтовой службы Мировые СМИ сразу обратили внимание на тот факт, что будущий финский премьер станет самой молодой действующей главой правительства в мире До сих пор звание самого молодого премьера удерживал украинец Алексей Гончарук, опережая 39-летнюю новозеландку Джассен Дуардерн Сама же Марин утверждает, что никогда не задумывалась о своем возрасте или поле И ее больше волнуют причины, которые привели ее в политику, а также то, что позволило ей завоевать доверие избирателей Женщина, которая в юности считала, что политика не для нее, может похвастаться блестящей политической карьерой В медиа ее называют политиком поколения Инстаграм, активная в соцсетях Мама 22-месячной дочери делилась с подписчиками и беременными фото, фотографиями спрайдов в поддержку однополых пары из романтических путешествий с мужем Но детство Санна Марин было вовсе не безоблачным Девочка из радужной семьи в 2015 году после блестящего прорыва на парламентских выборах Санна Марин рассказывала финскому порталу Мина и Сеть Что в детстве чувствовала себя невидимкой, потому что не могла открыто говорить о своей нетрадиционной семье Дело в том, что девочку воспитывала мать-одиночка, которая впоследствии вступила в однополые отношения Своего отца Санна не знала Это было то, о чем нельзя говорить Только сейчас, в 21-м веке, разговоры о радужных семьях стали достаточно открытыми Молчание было тяжелым Мы не были признаны настоящей семьей или равными с другими Но меня не слишком за это травили, рассказывает Марин Она считает, что именно семейный бэкграунд повлиял как на ее ценности, так и на желание быть услышанной и на что-то влиять Для меня люди всегда были равны Это – основа всего, говорит Санна Ее семья не могла похвастаться высоким уровнем доходов и жила в съемной муниципальной квартире Поэтому мир политики для Санны Марин долгое время казался совершенно чужим Когда я училась в старших классах, то чувствовала, что люди, которые делают политику, совсем другие У них иное происхождение, чем у меня В то время я не думала, что смогу тоже в этом участвовать, говорит она Опять же, уверенности в себе девушке придавала мать, которая, несмотря ни на что, говорила, что дочь сможет достичь всего, чего пожелает Подростком Санна Марин подрабатывала в пекарне, а затем, первой из своей семьи и поступила в университет города Тампери Степень магистра управленческих наук она получила в 2017 году В то время ее политическая карьера уже набирала обороты От депутата горсовета, к премьер-министру первые попытки Санны Марин попасть в политику связаны с муниципальными выборами 2008 года в Тампере, третьем по величине городе Финляндии, и оказались неудачными Депутатом городского совета Тампери она стала в 2012 году, а уже через год его возглавила В горсовете Марин председательствовала до 2017 года, после чего была переизбрана Параллельно развивалась и ее партийная карьера Будущая премьер Финляндии еще в начале политического пути связала свою судьбу с социал-демократией С 2010 по 2012 год Марин была первым вице-президентом социал-демократической молодежи Финляндии и входила в партийный совет социал-демократической партии В 2014 году ее избрали вторым заместителем председателя социал-демократической партии А в 2015 депутатом парламента Финляндии от избирательного округа Пирканмай В начале этого года Санна Марин была уже заместителем председателя социал-демократической партии Анттеринни Который после весенних выборов стал премьером и заменял его во время болезни В правительстве Ринни Марин досталась должность министра транспорта 8 декабря, после объявления Анттеринни об отставке Совет социал-демократической партии с незначительным перевесом поддержал кандидатуру Санна Марин на должность премьер-министра За эвтаназию и против НАТО несмотря на свою принадлежность к социал-демократической партии Санна Марин в некоторой степени настроена по отношению к ней критически По ее мнению, в 21 веке социал-демократы приложили недостаточно усилий для уменьшения неравенства в доходах и вообще между людьми Во время парламентской кампании 2015 года будущий премьер высказывалась против ядерной энергетики и вступления в НАТО Что касается Североатлантического альянса, то ничего удивительного в этом нет Традиционно в Финляндии членство в НАТО поддерживает незначительная часть населения Санна Марин является сторонницей повышения качества и доступности социального обеспечения Улучшение общественного здоровья и не против разрешить автаназию Ее партия выиграла апрельские парламентские выборы с небольшим перевесом над националистическими настоящими финнами Сыграв на обещаниях покончить с непопулярным миром жесткой экономии, которые продвигало предыдущее правоцентристское правительство После отставки Антеринной коалиции из пяти политических партий согласилась оставаться вместе и продолжать воплощение политической программы Объявленной в июне, сосредоточив внимание на значительном увеличении расходов на социальное обеспечение и инфраструктуру А также на обещании сделать Финляндии углеродно-нейтральной до 2035 года Санна Марин заявила, что упомянутая программа склеивает коалицию, но признала, что новому правительству придется много работать, чтобы восстановить доверие Ее партия сейчас пользуется поддержкой только 13% избирателей и находится далеко позади истинных финнов всех 24% Стоит отметить, что Санна Марин станет уже третьей женщиной-премьером в истории Финляндии Однако чего страна не знала до сих пор, так это того, что во главе всех коалиционных партий также будут женщины Более того, четырем из пяти партийных лидеров, меньше 35 лет, Ле Андерсон, которая возглавляет Левый Альянс, 32-го года Мария Ахисала из Зеленой Лиги, 34, Катри Кульмуни из партии Центр, 32, самой взрослой является Анна Маяхи Энриксон из Шведской Народной Партии Финляндии, которой 55 лет Кроме этого, если верить представленному с Анной Марин списку министров и ее будущего кабинета У финского правительства есть все шансы стать, возможно, самым женственным в мире Из 18 министерских портфелей 11 должны получить женщины Бывший премьер-министр Финляндии Александр Ступ положительно оценил коалицию, заявив Это показывает, что Финляндия – современная и прогрессивная страна Моя партия – не в правительстве, но я рад, что лидеры пяти коалиционных партий – женщины Ожидание для Украины Будущая премьер Финляндии до сих пор не выступала с заявлениями об Украине, которые привлекли бы внимание СМИ На посту министра транспорта она сопровождала премьера Антеринне во время визита в Москву в конце ноября Тогда финский премьер заявил, что Россия играет решающую роль в разрешении конфликта на Украине Отношения между ЕС и Россией могут быть нормализованы только при условии полного выполнения минских договоренностей Мы не принимаем оккупации Крыма Финляндия полностью следует политике ЕС, заявлял Ринни Стоит также напомнить внешнеполитические положения программы, объявленной полгода назад, продолжить выполнение которой договорилась коалиция Россия в программе упоминается, но не отдельно, а вместе с другими крупными государствами, которые размещены в алфавитном порядке Такое же нейтральное отношение прослеживается и по Североатлантическому альянсу В основе политики безопасности и обороны Финляндии лежит сохранение национальной свободы действий и возможности выбора При этом сохраняется возможность подать заявление на вступление в НАТО, говорится в программе Кроме того, ожидается, что должность министра иностранных дел в правительстве Санна Маринт сохранит пека Хависта Который критиковал Запад за слишком мягкую позицию в отношении России и выступал за активизацию роли Финляндии в урегулировании российско-украинского конфликта При этом он осуждал аннексию Крыма России и ее войну на востоке Украины Также Хависта недавно приезжал в Украину и посетил станицу Луганскую Коалиция из пяти политических сил во главе социал-демократической партии имеет комфортное большинство в парламенте Финляндии 117 мест из 200 Ожидается, что в ближайшие дни депутаты утвердят кандидатуру Санна Марин и членов ее правительства И в конце недели она сможет представить Финляндию на саммите ЕС Где среди прочего должны принять решение о продлении экономических санкций против России Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Материалы на СМИ